В Якутске отметили лучших юных мультипликаторов. Благотворительный фонд Харэсхал подвел итоги года кинематографии и вручил награды создателям анимационных фильмов. Обо всем подробнее Саргалана Федорова. Мультики всегда вызывают самые теплые чувства. И не важно, сколько тебе лет, 5, 15 или 50. Это волшебный мир, в который приятно окунуться как детям, так и взрослым. В течение трёх лет в Республиканском фестивале мультипликации «Чудеса кино» приняли участие более 50 дарований из разных анимационных студий. Они всё лето, весь год рисовали мультипликации на разные темы и участвовали в кино, в мультипликационном фестивале «Чудеса кино». К анимационным фильмам принято относиться как к лёгкой забаве. Но порой в своих фильмах дети поднимают вполне серьёзные проблемы. И анимация не преграда, как формат. Достаточно лишь безудержной фантазии и желания творить. При благотворительном фонде «Харрисхал» четвёртый год работает инклюзивная анимационная студия. Начиналось всё с того, что с Алхан Петербурга приехали ребята, которые из студии. И они открыли в благотворительном фонде шестую инклюзивную анимационную студию «Чудеса кино». С тех пор мы работаем, занимаемся с детьми в инклюзии. То есть у нас есть дети как с инвалидностью, как и без. За продвижение детского анимационного фильма высшую награду получили попов Орлхан, Николай Сосин и славинская Полина. Сами создатели считают, что главное не призы и награды, а зрительская оценка. Это самый важный стимул для дальнейшего развития. Страшно сладкая история. Этот анимационный мультфильм, он объясняет то, что нельзя есть много сладкого. И съешь много сладкого, тогда придётся идти к доктору. Юные мультипликаторы планировали.